всем привет с вами андрей у нас рыцари бумаги и пера 3 часть собственно у нас данный прокачан горы вот настолько у нас 5 дальше 7 8 кузнец седьмая печка хранилище 15 магазин 10 основное здание ратуша так называемого 8 уровня гильдия 8 уровня так называемых храм 9 и библиотека 12 у нас так прокачано в данный момент так называемый наш город ли не городишко вот просто серия мы имеем с вами открыли классный я в теории можно было бы его сейчас посмотреть по крайней мере что он себя представляет насколько он там хорош и так далее давайте мы вместе с вами это сделаем по-быстрому посмотрим его я думаю им им 1 хилла хватит давайте отправим наших ребят пока отдох пускай отдохнуть посмотрим на этого нельзя что он из себя представляет просто чисто посмотреть для того чтобы иметь представление и против кого-нибудь отряда мы сейчас подеремся вместе с вами а правда мы находимся в воде не факт что нам будет комфортно но все-таки сам их наверное не убьем блин ну ладно давайте попробуем тогда перебежать подальше чтобы мы их могли убить но насколько я знаю здесь точно на равнине у нас проблем не должно возникнуть давайте уровнем их плюс-минус 10 4 10 9 то есть плюс-минус они одинаковые по хп как мы давайте посмотрим в боевых ну кроме кроме тролли например просто чисто посмотреть что и что они себя представляют и так далее первый ходит ниндзя блэс я думаю смотреть нет смысла его способность пор справа налево и смотреть бак степи я думаю тоже смотреть нет смысла умы если вы смотрели предыдущие ролики постоянно рога используя давайте посмотрим вот эту способность это получается нанесение дамага цели плюс сохранения в общем сейчас посмотрим удар по линии ну а собственно нельзя специализируется на массовом уровне видимо ничего особо примечательно такого нету но хантера мы уже смесь с вами смотрели это астральный план уход в тень метка также вытягивание цели судя по всему на передний ряд горкун так называемые и просто удар по площади я сейчас буду ради садимся лягут ладно я надеюсь клерик их вылечит а собственно у нас то а у нас почему-то у шокол у него нет нет а у него пассивка я думаю откуда день гереский оказывается пассивка собственно отлич это собственно воскрешение тащить на обслуг дамага и кидает на врагу собственной так называемого ну как она называется блин и явку будем так называть пиявку кидается для того чтобы потом начать лечить просто она просто он бьет и очень мало ну понятно экипировки на них нету поэтому она слабо бьют нам просто посмотреть нужно собственно 2 скилл но это судя по всему просто удар по всем давайте посмотрим да удар по всем ничем он особо не примечательный но лучник понятное дело бьет стреляет по всем и он неплохо все показывает нужно было ухила нормального оставить они четко все плохо показывают кастует личинки на площадь тут бак степ собственно и последняя пассивка давайте посмотрим что он еще и все представляет ничего особо не примечательно то есть мы пиявка сомнительная потому что явку нужно настакивать и пиявка не нас так она это бесполезно пиявку скорее всего снять не получится ну понятно он упал это неважно мы сейчас не его смотрим ну бак степ я думаю понятно что он мы уже его видели в целом давайте еще раз вот эту способность посмотрим анти таунт ну понятно то есть анти таунт чтобы понимали этот так называемое отагривание от цели то есть рога мол то а точнее не рога это получается ниндзя бьет мало что по площади по всем и у него отагривание цели в пассивный удар идет ну сложно сказать насколько он полезно учитывая то что он бьет по всем то его будут лупить все а у него нет уклонения соответственно его нужно как-то спасать скорее всего нельзя будет очень достаточно то есть очень много урона но его нужно будет спасать потому что если вы не спасете свою ниндзя то он скорее всего погибнет понятно дело что сейчас урон слабый но нам это не важно нам чисто посмотреть вы имели представление что из себя представляет ниндзя ну и собственно хантер которого сейчас мы отправим отдыхать понятно дело что им надо качать способности они будут дамажить сильнее и так далее но на наша задача была просто посмотреть собственно удар по площади поля по линии так называем переднего ряда либо по заднему ряда это просто удар по всем абсолютно ну в целом неплохо опять же ему нужно ходить первым сумму почему давайте возвращаемся к своему стандартному отряду этих ребят убираем верните мне клейка собственно давайте посмотрим что он из себя представляет скиллы не сбросились а просто когда очень долго персонаж находится в гильдии у него сбрасываются скиллы что вы просто знали об этом ну вот этот конечно способность шикарно я думаю для танка она вообще будет идеально 90 процентов абсорб дамага но опять же как вы понимаете мы получили с ниндзя вместе то есть такие привет просто сомнительная шапка сомнительная потому что мы вместе с вами смотрели неоднократно у меня был персонаж проистанел уху ху 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 нифига себе 100 картошки получить ложки упала нет цифры не ошиблись интересно а подритер нам собрать на на 100 картошки я просто не понимаю ты говоришь картошка квест называется ну давайте посмотрим что это за квест мы вроде собрались с отрядом ну понятное дело пассивные квесты считать особо нет смысла я просто держи голландс отправить не верю что 100 картошки нужно нажми на что выбирать давайте выберем первый вариант квест закончился и нам дали 100 картошки еду жикарно 100 картошки на самом деле это картошка очень полезная вещь она квестовая то есть вам за эту картошку например могут очень много приметов дать полезно но тут опять же тут два кристалла в принципе можно было плюс полторы тысячи энергии если хват нужно будет идти судя по всему что отправил квест это собственно квест-путешествие давайте посмотрим что за квест не на 100 картошки ксу яга заколебусь клипит 100 картошки вот надо идти судя по всему давайте посмотрим куда ох не нам надо кладбище давайте на кладбище сходим на 16000 у нас засада на вас напали но не зря сделали они этого не понимает минус все робу забрался двигаемся дальше нам нужно же доползти до кладбища у нас не напали не напали не напали и сейчас на вас скорее всего нападут на самом деле вы можете уменьшить расход но проблема в том что непонятно что ожидать от квеста то есть если там будет бой а чтобы уменьшить расход золота для телепортации вы можете просто что ваших персонажей временно отправить гильдию но опять же если будет бой то ваш один персонаж например который будет идти он справится поэтому очень важно чтобы хотя бы мог что-то помогли либо прийти на этот на клетку и потом уже собрать но опять же у вас не получится потому что вам если будет засада что будет скорее всего у вас просто неожиданно не дадут перегруппироваться понятна причина моего 100 картошки конечно кликать будет очень долго но оставим 100 картошки пускай валяется у нас эти присутствуют еще книги как вариант можно сейчас бафнуть и а собственно максимум пятнадцатая двушка и семнадцатая тоже двушка у нас две книги присутствуют все книги покупаются но в библиотеке так называемый но здесь вот как видите они здесь куплены не все но часть из них просто мне 11 книги не нужны как и 13 потому что у меня присутствуют всего максимальный уровень 21 здесь по книжным список судить по способностям то в принципе неплохо не нужно 100 картошки неплохо пришли на кладбище но тут есть квест на сопровождение давайте его сопроводим возьмем свое золото за 12000 конечно это очень дорого но все таки кладбище просто невыгодные в плане этого тут нужно убивать номера 3 у них 4000 хп и 1300 сплэш сейчас посмотрим сколько сильный флэш на 900 у нас то есть около 1000 нам собственно еще одно задание дали это книга пятого уровня ну что картошки понятное дело язык любую скликать собственно убить маленьких лобстеров 33 штуки нам дают собственно кристаллы золото и немножко вот так вот давайте заберем он собственно можно и синий молот вытащить защита донжен мастера но опять же это секрет сопровождение в лес поэтому не факт что для вас и полезен будет ну ладненько тогда я думаю мы с вами пока на этом прервемся всем большое спасибо за просмотр с вами был андрей всем пока всем пока